Заходи и подписывайся на канал Эндри Мэна. Он снимает видео по различным играм, Sims, Майнкрафт и многое другое. Но главный его секрет это то, что он играет в маске Супермена. Узнай, что он под ней скрывает. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон. Добро пожаловать в Майнкрафт, а точнее в новую серию без модов, без команд, а что-то необычного. В данной серии мы будем придумывать новых гастов, украшать их, делать им одежду и многое другое. Я объясню чуть позже. Но перед этим, ребята, я даю вам свое слово. Как только мы с вами наберем 1500 лайков, сразу выходит новая серия. Я обещаю, если мы дружно соберемся, наберем 2500 лайков за 2-3 часа, то через 3 часа выйдет новое видео. 2 видео за 1 день, ребята. Представьте себе это и подумайте, стоит ли поставить лайк. Я думаю, что да. Также подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня, как друг, я всем буду рад. Кто вступит в нашу большую и дружную семью подписчиков, ребята, не ленитесь. Больше мы с вами тянуть не будем и сразу приступаем к самой серии. Ну же, ребята, мы будем начинать. Перед тем, как мы приступим, вспомните. Недавно я делал видео, как заспавнить гаста, чтобы он вас не атаковал. И просто-напросто, как его украшать, как с помощью гастов придумывать целые дома, как им делать одежду и вообще придумывать им внешность. В этой серии мы также будем делать, у нас есть уже тут 4 заготовочки. Пятая заготовочка, я покажу, как её делать, для тех, кто не смотрел предыдущую серию. И мы будем придумывать новый стиль для гаста. Допустим, сделаем гаста Деда Мороза, гаста ведьму, гаста, я не знаю, какого-то алмазника, гаста ещё кого-то. И это будет нереально круто. Знаете что? Вы можете досмотреть это видео до конца и написать в комментарии, кого вы хотите, чтобы я ещё сделал. Или кто смотрел предыдущую серию, сразу бегите в комментарии, ребята. Я вам всем даю выбор. Вы можете написать 5 гастов или просто-напросто любого гаста, потом я составлю список, которого вы хотите, чтобы я построил и чтобы я с него что-то сделал. Допустим, в этой серии мы будем делать ведьму, будем делать алмазника и ещё кого-то. И вы можете, ребята, также придумывать. Допустим, я хочу там гаста, я не знаю, какого-то вашего любимого персонажа с какого-то мультика. Или там гаста пони, гаста единорога, хоть кого, ребята. Я буду составлять топ-5 список гастов и буду делать вот такие серии, если они, конечно, вам понравятся. Ну, ребята, сейчас мы будем приступать. Как я уже сказал, у нас здесь 4 заготовочки. Перед тем, как я покажу, что мы будем делать, давайте я сначала... Точнее, перед тем, как я покажу гаста, давайте я сначала покажу, как вообще делаются вот эти заготовочки и для чего они нужны. Ну, в первую очередь, ребята, они нужны для того, чтобы заспавнить самого гаста вот тут и потом двинуть его вот сюда внутрь, чтобы он тут застрял и больше никогда не смог выбраться. То есть он будет в какой-то степени украшением, да. А давайте я сначала покажу, как это всё строится. У нас тут есть уже блок алмаза. Это центр. Потом делаем вот так. То есть 3 блока стекла, панели стекла. Потом делаем 5. В общей сумме у нас должно получиться 1, 2, 3, 4, 5 блока стекла. Потом сюда же также 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Потом делаем вот такой, как будто вход в какую-то букву. В букву, в будку для собаки, да, можно так сказать. Потом поднимаем вот тут на 2 блока, да, поднимаем вот так на 2 блока и окружаем это всё вокруг. Вот так, потихонечку, потихонечку. Главное, чтобы попадать, потому что стекла всё же очень тоненькие и не так-то просто попадать в нужное место. Вот так. Потом делаем вот такие хвостики небольшие по кругу. Вот так. С одной стороны и с другой. То есть сверху у нас это должно выглядеть вот так. 5 на 5. Потом поднимаем вверх 2 блока, оставляем тут вход как будто для пса, да, в будку. Потом оставляем вот тут блок. И в принципе панель для самого гаста у нас готова. Потом ставим вот тут обычные рельсы. И ставим 5 заряженных рельс, да, или электрических, или там силовых рельс. Можно их назвать любым способом. Ставим 5. Потом ставим блок редстоона и ставим ещё одни заряженные рельсы на вот этот блок редстоона. Потом на блок редстоона ставим любой блок. Ставим обычные рельсы. И также ставим на него вагонетку. И всё. И наша структура готова. И сейчас мы можем вообще думать, что мы только хотим. Кого мы, ребята, будем делать в этой серии? Знаете что? Давайте мы сначала сделаем ботаника. Да. Как он будет выглядеть? Нам, ребята, нужно яйцо призыва гаста. И мы его призываем вот сюда. Тыкаем на вот этот блок. Смотрите. Да. Вот сейчас можете тыкать, потому что у меня был писвл. Ставим вот сюда, тыкаем. И у нас гаст заспанется. Как видите, он застрял. И он стоит и ждёт, пока мы с ним что-то сделаем. Ломаем вот этот блок под ним. И он падает на рельсы. Но нам нужно помочь бедному гасту. Потому что он не очень правильно и не очень ровно стоит на вот этих рельсах. Сейчас, когда он встал, всё готово. Мы можем сломать вот эту всю структуру, чтобы спрятать её. Ну, в принципе, чтобы всё выглядело красиво. И вот, ребята, сам наш гаст. Это живое существо в Майнкрафте. Это никакое не украшение. Он просто реально тут стоит. Он застрял. Я даже могу выключить гейм-мод. И он меня трогать не будет. И это, ребята, вот. У меня изи. Это гаст. Я его даже бить не могу. Потому что почему я его не могу бить? Смотрите. Кто не смотрел предыдущую серию? Он находится у нас в этой структуре. Я могу его бить с середины. Но я его сбоку не могу бить. Потому что, как видите, его защищает вот эта стеклянная панель. Ну, а сейчас, как я сказал, мы будем делать гаста-ботаника. Вы можете создавать такие структуры. Делать дома в Майнкрафте и многое другое. У вас очень много возможностей. Что я имею в виду под тем, что я сказал. То, что мы будем делать гаста-ботана. Вот, допустим, ребята, вы можете придумывать свои различные стили. Потому что это нереально круто. С этими гастами вы можете чудить все, что вам только придет в голову. Вот, допустим, ребята, я хочу сделать гаста-ботана. Да? Давайте мы что-то придумаем. И как это вообще будет выглядеть. Чем отличается ботан от, можно сказать, обычного человека? Ну, в первую очередь, самая главная причина, это очки. Я не говорю то, что обычные люди не могут носить очки. Ребята, это все нормально. Но, в принципе, все мы знаем, кто такие ботаники. Кто много учится. И многое другое. Кто вообще плюет на все вокруг. И просто сидит дома и учится. И они отличаются тем, что у них прям огромезные, огромезные, огромезные очки. Поэтому, ребята, сейчас мы будем делать очки нашему первому гасту. И, как видите, он уже реально выглядит очень красиво. Вот, смотрите, вы можете чудить такое со своим гастом. И разве это не круто выглядит? Потому что гаст в ванильном Майнкрафте имеет вот такие крутые очки. Это очень, ребята, даже круто. Давайте мы перейдем к следующему гасту. И тоже что-то ему попробуем сделать. Но мы можем делать шапочки нашим гастом. Да, ребята, мы можем делать им шапочки. Но перед тем, как спавнить гаста вам заранее. Нужно сделать шапочку. Потому что, допустим, если я сейчас ему хочу что-то построить на башку. То я не могу это сделать, как видите, только над ним в воздухе. Я не могу поставить вот сюда под. Потому что это уже, в принципе, созданная структура. Я не могу просто-напросто воткнуть ему блок в голову. Я могу заранее поставить этот блок. И потом воткнуть гаста в этот блок. Давайте, ребята, мы рассмотрим. Знаете что? Может, мы сделаем... Кого бы нам сделать, ребята? Вот давайте подумаем. Давайте подумаем. Кого бы нам сделать? Может, мы сделаем алмазника? Как вы думаете, ребята? Сойдет ли алмазник для гаста? То есть, изначально мы ему сейчас построим какую-то шапочку. Ставим вот так. Главное, отступаем один блок. То есть, не ставим сразу на вот это. Не ставим вот так. Отступаем один блок вверх. И потом мы сейчас, ребята, построим ему алмазный... Алмазный... Нет, не алмазный сет, как я только что хотел сказать. А, в принципе, алмазный шлем. Потому что у гаста тела-то толком нету. Только одна огроменная башка. Поэтому, ребята, сейчас мы ему будем строить шлем. Если у меня, конечно, он получится. Вот так. Ну, я не скажу то, что это прям офигенный шлем. Можем вот так еще тут сделать. Я его, в принципе, еще не достроил. Это да, ребята, это мы делаем шапочку нашему гасту. И это реально будет очень даже круто выглядеть. И, в принципе, мы можем еще тут даже вот так поставить. Продлить еще, еще, еще. Вот сюда. И вот сюда. Замечательно. Мне кажется, то, что это будет круто выглядеть. Это нафиг удалим. И мы можем уже призывать гаста. Нажимаем сюда. Ломаем блок под ним. Он падает на рельсы. И сейчас нам нужно его затолкать. То есть, чтобы он прям стал на вот эти рельсы. Вот как сейчас. Сейчас вот эти лишние блоки мы убираем. Чтобы они тут просто-напросто не высвечивались. Вот так по кругу. Замечательно. И смотри, ребята, что у нас получилось. Ну, в принципе, да. Можно сказать то, что это башка гаста. Только вот тут можно продлить вот так. Чтобы... Хм... Или может не нужно. Как думаете, ребята, нужно или не нужно? Или пускай будет вот так. Или, в принципе, мы можем тут еще сделать вот этот шлемочок немного побольше. Как вы думаете? Потому что шлем все-таки сложно построить именно для гаста. Потому что у гаста такая не очень, не очень красивая башка. Ну, пускай будет вот так, да. Сейчас мы ему будем строить... Ну, знаете что, ребята? Давайте мы ему построим меч, да? Меч. Алмазный меч. Потому что это же у нас алмазник. Да, ребята? Это у нас алмазник. Поэтому и у него будет, конечно же, алмазный меч. Как бы мне меч построить? Я, если честно, не очень представляю. Ну, наверное, что-то в этом роде у меня будет. Если я, конечно, смогу это как-то построить. Ну, я не знаю, ребята. Допустим, какой-то вот такой... Такой, такой меч, конечно, не очень крутой. Я тут еще могу вот так сделать. Потом... Сейчас. Э, потом... Потом вот так сделать. А тут поставить вот так. Или нет? Или... Или вот так поставить? Ну, пускай будет так. То есть, не важно, какой будет меч. Крутой, не крутой. Главное то, чтобы гаст держал его вот так в руке. Это, ребята, наш гаст-алмазник. И также у нас есть гаст-ботан. Сейчас давайте мы сделаем... А давайте мы сделаем гаста Дэдпула. Вот, вот реально. Гаста Дэдпула, только не самого Дэдпула, а маску. Знаете, у меня в детстве были кучи масок. Допустим, маска Спайдермена, да, мне дарили там на Рождество, на Новый год. Когда сзади есть вот такая небольшая резинка. И ты так берешь и натягиваешь маску. И вот так она у тебя выглядит. Вот сейчас мы сделаем, ребята, эту маску для нашего гаста. Только Дэдпула. У меня вроде была маска Спайдермена. Ребята, лайк у кого было? Или просто-напросто лайк? Кто вообще знает, что это такое? Потому что когда у меня это была маска, мне было, может, лет так 5-6 или даже меньше. Это было уже охренеть как давно. Но все же, ребята, давайте мы сейчас реально построим ему вот такую крутенькую, крутенькую масочку Дэдпула. Вот так. Ну что, как бы нам ее построить, ребята? В первую очередь, что там выделяется? Что там выделяется? Знаете что, давайте в первую очередь мы ему сделаем глаза. И потом, и потом красный фон. И резинку. Давайте резинку мы ему сделаем из кварца. Да. Ну что, ребята, давайте мы ему сделаем... Так, сейчас. А, я не взял. Вот, замечательно. А, я не взял вот это. Сейчас я взял. Сейчас, ребята, мы ему сделаем глаза. Как бы они у него круто смотрелись. Как-то вот так, допустим, да. Вот так. Глаза Дэдпула. И сейчас мы ему сделаем красный фон. Что-то. Ну, что-то в этом роге. Ух ты, дождик начался. Не хочу я дождик. Не хочу я дождик, чтобы он шумел. Я люблю дождь, но я не хочу, когда он шумит в Майнкрафте. А, я не скажу то, что это прям супер-пупер Дэдпул. Это же все-таки Майнкрафт. Это же все-таки маска для... Конечно же, для Гаста. А не знаю, для кого. Поэтому сложенько, если честно, сделать какую-то нереально крутую маску для... Точнее, маску Дэдпула для Гаста. Но все же, мне кажется, то, что получилось довольно-таки очень просто. Минималистично, но зато очень даже прикольно. Вот это типа резиночка и это типа Гаст одел маску Дэдпула. У нас уже есть алмазик, у нас уже есть... У нас уже есть ботан и также у нас уже есть Дэдпул. Кого бы нам сейчас, ребята, еще построить. Давайте мы сделаем кепочку и какие-то стильные солнечные очки. То есть будет у нас какой-то Гаст модник. Вот это мы возьмем и возьмем коричневый. И также возьмем вот это, потому что я случайно удалил. Заранее, как обычно, подготавливаем... Подготавливаем... Подготавливаем! Я что-то, знаете, глотаю слова подготавливаем. Ну, ладно, ребята, не важно, потому что сейчас мы будем делать какого-то Гаста-хипстера нафиг. Вот реально, это у нас будет Гаст-хипстер. Давайте мы как-то его покру... Покруто сделаем. Было бы лучше, если бы я знал, как я вообще собираюсь сделать вот эту его шапочку. Но, если честно, сам еще пока что не представляю. Это будет кепка, да. Это не шапка, это будет кепка. Ну, в принципе, кепка это и есть шапка в какой-то степени. Но... Ну, что-то, что-то это будет в этом роде, я надеюсь. Так, тут мы можем еще сделать вот так, да. И вот тут мы можем еще сделать один-два, 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 один-два. Или... 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 Ну, что-то, да, что-то, ребята, в этом роде. Надеюсь, что Гаст тут сможет заспавниться. Я на это надеюсь. Если нет, то тогда мы вот так сделаем И сейчас, ребята, давайте заспавим самого Гаста Вот так Вот так Он падает на рельсы И сейчас мы его, опана, затолкаем туда внутрь Он сопротивляется, зараза Это не так-то просто туда затолкай Потому что он нас выталкивает Разгон и Да, замечательно Гаст заехал И у меня вообще звук включен Что-то там включено, но что-то не очень Сейчас, ребята, главное Очень внимательно это ломать Потому что, как видите, газ у нас В данном случае находится в воздухе То есть не так, как на земле А вот в воздухе Поэтому, ребята, вы можете сломать вот этот блок Вы можете сломать вот этот блок Но главное, не ломайте вот этот блок Который находится посередине Потому что, если вы его сломаете То газ просто-напросто упадет вниз И вряд ли вы его сможете Уже словить Но знаете что, ребята Давайте мы ему Ну, хотя бы немного Как-то Ах, ты ж зараза Вот видите Вот сейчас я уже не могу ему там поставить шапочку Потому что Это мне было нужно делать заранее Но я надеюсь, что я вот это смогу сломать А нужно ли мне вообще вот это ломать? Сейчас я вот сюда не могу поставить Хм Хм-хм-хм Сейчас, ребята, мы что-то придумаем Вообще, это крутая рубрика Если вот так посудить Если вы хотите продолжение этой рубрики Ребята, я только за Потому что Вот с помощью этой фигни Можно реально много чего придумывать Потому что Придумывать одно Придумывать другое Делать различные стили для Гаста И многое другое, ребята Ребята, реально можно себе позволить Но главное Мне нужно знать Нравится ли вам это И хотите ли вы продолжение То есть Как я уже сказал На начале видео Те, кто смотрели Предыдущую серию Вы уже можете писать В комментарии Ваши идеи Какая-то большая шапка У нас получилась Или большая кепка Что-то Что-то Что-то, ребята Как-то Вот так, что ли Хм-хм Как-то Как-то Или вот это даже можно убрать Потому что она какая-то Очень высокая, что ли Ну да, что-то в этом роде В принципе, тут еще можно Козырек вот так Немного продлить Да Я не знаю Что ли вот тут так делать Мне кажется Нет Тогда это уже не кепка Получается А хрен его Знает что Ну ладно То есть, ребята Как я сказал На начале этого видео Кто смотрел Предыдущую серию Тот уже в принципе Мог написать в комментарии Что он хочет видеть И мог написать Гаста Которого он бы хотел Чтобы я сделал Да А кто не смотрел То есть сейчас, ребята Вы уже в принципе Можете понять Что это такое И вы можете Уже Уже, ребята Представить Что мы будем делать В этой рубрике Поэтому Если вы хотите Вы можете писать В комментарии Какого гаста Вы бы хотели Чтобы я построил Любого, ребята Главное Чтобы это было Осуществимо Потому что Что-то какое-то Нереально сложное Тоже не вариант Поэтому, ребята Пишите Мне реально будет Интересно Узнать Что вам нравится И в принципе Я также постараюсь Сделать вот таких Каких-то крутых Гастов И Как вы знаете Таких вариантов Есть Да твою мать Да я беру Уже вот этот Вот Таких вариантов Есть миллион Ребят Реально Миллион Вот таких вариантов Поэтому мы можем Придумывать Вашу Нафиг Ах Ты ж ёшкина Матрёшка Да выключись Ты уже нафиг Вот так И как я ребята Уже сказал Таких вариантов Может быть куча Мы можем придумывать Одно Мы можем придумывать Другое Но главное Мне нужно знать Хотите вы продолжение И Каких гастов Вы любите Я также буду пытаться Их сделать Так Сейчас ребята Сейчас мы В принципе Ему уже сделали Очёчки Ну в какой-то степени Они похожи на ботанские Но всё же Я пытался сделать Какие-то Ультрамодные очки Какие-то Очки хипсера Я не знаю Получилось ли это у меня Мне кажется Вот так будет получше Да Такие солнечные очки С кепкой В принципе Мне кажется То что Даже прикольно получилось И последний газ Это у нас Будет ведьма Я если честно Что-то пытался Придумать Какую-то Какую-то Крутую шляпу Для ведьмы Но скажу честно У меня не очень получилось Потому что Именно В таких пропорциях Чтобы Туда ставался газ Чтобы это выглядело круто И чтобы просто-напросто Ну Пропорции Соблюдались нормально То Я если честно Ничего нормального Не придумал Но я реально буду надеяться Что вам хотя бы И это понравится Потому что Как вы знаете Это реально очень сложно Что-то построить И также Мы будем развивать На канале Вот эту рубрику Рубрику строительства Хоть бы Какое странное Вот это строительство Не было Потому что Ну Не каждый день Мы Мы украшаем Гаста Не каждый же день Мы ему даем одежду Даем очки И просто-напросто Делаем с Гаста То ли Какого-то героя Допустим Как Дэдпул И Не каждый день Мы делаем Из Гаста Ботан Поэтому ребята Это довольно-таки Интересно Я знаете Что Я уже Вот придумал Если у нас будет Следующая серия Если вам понравится Эта рубрика Я могу сделать Гаста Деда Мороза В первую очередь Мне кажется Это будет Прикольность Ну Что там Что там сложного Делать ему Огромную Белую Бороду И так же Шляпу Не шляпу А точнее Шапку Да Мне кажется Что это реально Будет очень даже круто Посмотрим Ребята Посмотрим А какие идеи Вы еще хотите Как я уже сказал Вы можете Ребята Предлагать Мне реально Будет интересно Послушать Потому что Может у вас Идеи Тоже есть Какие-то Гениальные Я не знаю Кого вы там Любите Какие-то персонажи Может я смогу Там сделать Такого угодно Ребята Хоть там Симпсона Хоть там Еще кого-то Хоть там Фиг его знает Ребята Вот сейчас нафиг его знать В данный момент Я не знаю Но вы можете Реально придумать И что-то Вот Гарри Поттера Хотя Вот Гарри Поттера Но В принципе Я могу еще что-то сделать Так Ладно Как бы нам вообще Замутить Вот эту шапочку Как бы нам вообще Ее сделать Я не знаю Ребята Ну Я не скажу То что это Ведьмовская шляпа Она более какая-то Не знаю Ведьмовская шляпа Она более такая Высокая Что ли Хм Если допустим Как-то ее вот так Увеличить Высоту Вот так Удлинить точнее Может еще даже Вот тут Так же сделать Как я делал Вот там Вот так И вот так Ну в какой-то степени Так уже реально Получше будет Так ладно Знаете что Давайте Мы изначально Заспамим Гаста Гаст Прыгай сюда А знаете что я забыл сделать Я забыл удалить А нет Не забыл Все нормально Я подумал Что я забыл там удалить Блоки Под Гастом И сейчас Засовываем Гаста На На колею Вот так И ломаем Вот это все Ненужное То что нам Реально Не пригодится Вот 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 И вот так И ломаем Один Два Вот этот Главное Оставить Вот ребята Такой у нас Получился Гаст Но давайте Мы ему Еще сделаем Знаете что Давайте Мы ему Сделаем Большие Большие Как бы нам Вот это сделать Хм Как бы нам Вот так Да Вот так Сделаем Сделаем ему Большие Большие Брови Потому что Это же Все таки Будет Гаст Ведьма А Гаст Ведьма По идее Должен Быть каким-то Уродским Поэтому давайте Мы ему Сделаем И огромные Брови И так же Сделаем Огромные Огромные Красные Уши Вот Так Замечательно Я не знаю Есть ли смысл У него делать Какой-то нос А хотя В принципе Да Пускай Будет Только Знаете что Давайте Мы ему Нос Вот такой Сделаем Вот так Ребята У нас Получился Давайте Еще раз Рассмотрим Гаст Алмазник Вот У него Алмазный Шлем И алмазный Меч Гаст Дэдпул С масочкой Дэдпула Тоже очень Прикольно Выглядит Гаст Ботаник В большущих Круглых Очках Также Гаст Хипстер Кепочка Какие-то Крутые Столнечные Очки И так же Гаст Ведьма В большой Шляпе Ведьмы Огромными Ушами Огромными Бровями И красным Носом Ой Сломал Ну ничего Такого Ребята Страшного Нету И как По мне Это реально Очень даже Круто Выглядит Потому что Не каждый же день Вы сможете Увидеть Вот такое Чудо В Майнкрафте И ребята Если вы хотите Продолжение Вы знаете Что делать Я Что-то Я стукнул А? Что я стукнул? Ладно ребята Как я уже сказал Я даю вам Своё слово Если вы хотите Видеть продолжение Как только Мы набрём 1500 лайков Я сразу Начну Делать Новую серию И главное Вы можете Принять Участие В этой серии Как? Вы можете Написать Гастов Которых бы Вы хотели Увидеть В самом Видео Ваших любимых Персонажей И вообще Кого угодно Я попытаюсь Их воплотить В самом Майнкрафте И также Показать Вашу же Идею В серии То есть Вы можете Принять Участие В записи Серии Если вы Конечно Этого Хотите А я Надеюсь Что Хотите Да Поэтому Ребята Я даю Слово 2500 лайков Сразу Выходит Новая серия И я Буду Пытаться Развивать Вот эту Рубрику Если Она Конечно Вам Понравится Поэтому Ребята Не линьтесь Ставьте Лайки Также Подписывайтесь На мой канал Каждый Подписчик Для меня Как Друг Я буду Рад Если Вы Вступите Все Вступите В нашу Большую И дружную Семью Подписчиков Мне Реально Будет Очень Приятно Если Вы Потратите На меня Две Секунды На лайк И Подписку Кон Ч Ный Дож Де Три Раза За серию Как Он Меня Уже Бесит Ребята Спасибо Тем Кто Насмотрел Это Видео До Конца Вы Нереальные Молодцы Смотреть Такие Длинные Видео И Также Если Вы Придете На мой Канал Завтра Или Еще Когда Посмотреть Новое Видео Потому что Видео Выходит Каждый День Я Всегда Буду Рад Видеть Вас На Просмотре Очередного Нового Видео Поэтому Ребята Не ссетяйтесь Всегда Приходите Я Скажу Большое Спасибо За Просмотр Ребята Всем Удачи И Всем Пока Пока Да Пока Ага